Начало осени. Время активизации различных вирусов. Обычно ульяновцы начинают массово болеть простудой или гриппом с наступлением первых холодов. Особенно часто заражаются дети. Ведь у них еще не такой сильный иммунитет, как у взрослых. В этом году сентябрь радует бабьим летом. Дневная температура достигла плюс 20-25 градусов Цельсия. Однако карантина в школах избежать не удалось. В конце прошлой недели карантин был введен в 137 классах 32 школ Ульяновской области. На этой неделе ситуация улучшилась. В Министерстве просвещения ведется ежедневный мониторинг заболеваемости. И на сегодняшний день уровень заболеваний составляет чуть больше 9%. На карантин закрыто 68 классов в 22 школах Ульянской области. Причем 4 школы Меликонского района закрыты на карантин полностью. Также в школах проводятся профилактические мероприятия. Но это не исключает новые вспышки ОРВИ, COVID-19 и гриппа, когда погода вновь изменится. По данным Ульяновского гидромедцентра, похолодание ожидается в октябре. А в ближайшую неделю ульяновцев по-прежнему будет радовать теплая погода. Такое более устойчивое понижение температуры воздуха, как в ночные, так и в дневные часы, по предварительному прогнозу, где-то ожидается с 8-9 октября. То есть в течение первой декады октября у нас температура выше нормы. Беречь себя необходимо не только детям, но и взрослым. По словам врачей, самая эффективная профилактика вирусных заболеваний – своевременно сделанные прививки и здоровый образ жизни. При резком похолодании стоит дополнительно подстраховаться. То есть одеваться по погоде, не утепляться или, наоборот, не в легкой одежде выходить. Народные средства тоже хорошо используются. Это как наш лук, чеснок, мед. И также можно препараты для профилактики. Помимо этого, терапевты рекомендуют есть свежие фрукты и овощи, больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться. Дополнительно можно пропить витамины для укрепления иммунитета по назначению лечащего врача. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.